Теперь, каким образом эти знания можно применить для задачи об иррациональности? Давайте я их поможем зато. Косимус... Нас интересует косимус величины 2π разделить на n. Каким замечательным свойством он обладает? Ребята, он обладает вот этим свойством. Что если взять здесь в знаменателе какое-то составное число, и вдруг косимус окажется рациональным числом, то тогда... Ну вот давайте я на примере объясню, чтобы будет понятнее. Представьте себе, что косимус 2π разделить на 105 вдруг оказался числом рациональным. На самом деле это не так. Но представьте себе, что вдруг это так случилось. Тогда понятно, что если в 5 раз увеличишь угол, то тоже будет рациональное число. Потому что у t5 у него коэффициенты... Это целые числа. Да, ну рациональные, на самом деле даже целые. Поэтому, если вдруг вот это число рациональное, то и при умножении на 5 будет рациональное. Еще на 3 умножишь, будет тоже рациональное. И получится, что на самом деле рациональным числом является косинус 2π разделить на 7. Понятно? Значит, ребята, что я сейчас скажу? Я сейчас скажу, что если мне тут есть какое-то большое сложное число, составное какое-то, то я могу сводить задачу к более простым. Давайте поймем, к каким задачам на самом деле надо все свести. Понятно, что надо рассмотреть на... То есть так, у нас числа... Вы все помните? 1, 2, 3, 4, 6. Это хорошие. Хорошие числа. 1, 2, 3, 4, 6. Какие числа надо разобрать для того, чтобы понимать полностью? Да, вот какие? 5, 7, 8. 5, 7. 5, 7. Что дальше? 8. 8, это правда. 11. Боишь, что 9? Боишь, что 9? Никуда не денешься. Почему? А потому что тройка, она такая у нас особая. Хорошо, еще что надо проверить? 11. 11. А дальше догадайтесь, как залутят числа? Простые. А? Ну, 12 желательно проверить. 12, оно тоже какое-то под подозрением, правда? Да. 12 надо проверить. Простые числа все? Да. Так, вот еще какие-нибудь есть такие числа, которые обязательно надо проверить? Ну, если не простые. А? Не простые, которые... Да. Так, ладно, не вряд ли. Действительно вряд ли. Любое, любое другое число, при домножении на некоторое натуральное число, сводится к одному из чисел. 5, 7, 8, 9, 11, 12, и их простые. Пожалуйста, профессор, а зачем 12 рассматривать, если мы можем, там, может, на 2 и получить? 6. И получить 6, и плохо. 6-то оно какое у нас? Хорошие. Хорошие. Хорошие, в том-то и дело. Ну, нужно, конечно, 12, по-моему. Да. А, все. Понятно. Если бы 6 было плохим, то 12 уже не надо было бы рассматривать. Но, к сожалению, 6 хорошая. Так. Давайте мы их, что называется, по очереди. Например, вот Парша сказал про 12. Я вам сейчас очень легко объясню, почему число 12, очевидно, почему там очевидно будет рациональность. Потому что, смотрите, вот у нас есть косинус 2π разделить на 12. Правильно? Что я делаю? Я беру, умножаю его на 2, вот эту штуку, и получаю, что это есть 2 косинус в квадрате от 2π делить на 12 минус 1. Это правда? Да. Вы знаете формула косинуса двойного угла. Теперь соображаем, что здесь. 4 двенадцатых это 1 треть. Косинус π на 3 это 1 вторая. Значит, господа, у нас получается абсолютно понятное уравнение. Единичку переносишь туда, получается 3 четвертых. Ну, вообще, если честно, я мог бы и не мудрить, потому что здесь у нас просто 30 градусов. И то, что косинус 30 градусов это корень из 3 пополам, это без всякой навозки. Согласны? Ну да. А корень из 3 рациональное число. То есть в квадрате оно, конечно, рациональное, а сам по себе корень из 3 и рациональный. Значит, число 12 мы уже разобрали. Согласны? Да, боюсь, что придется все-таки разбирать 8 и 9. Давайте с восьмеркой. Как же это делается с восьмеркой? Где же там прием? 5 градусов, 5 градусов. А? Вы совершенно правы. Когда 8, то получается 2π делить на 8. То есть π делить на 4. 45 градусов. Это, помните, 1 делить на корень из 2. Отлично. С восьмеркой разобрались. А с 9 ничего сложного. Мы помним формулу для косинуса тройного угла. Значит, смотрите. Косинус 2π делить на 9 умножим на 3. Да? Умножим угол на 3. Получится 4 косинуса в кубе от 2π делить на 9 минус 3 косинуса от числа 2π делить на 9. Что у нас получается? Здесь 2π разделить на 3, то есть 120 градусов, то есть минус 1 вторая. Здесь минус 1 вторая. А здесь 4х куб минус 3х. Где я для краткости косинус 2π разделить на 9 обозначил буквой х. Договорились? Да. Давайте быстренько умножим на двойку обе части и перенесем. Получится 8х куб минус 6х плюс 1 равняется 0. Нужно узнать, есть у этого многочлена решение в рациональных числах или нет. Вы знаете теорему? Это верно. Это верно. Это настоящее решение. Вам Андрей правильно перечисляет. Но я сейчас хочу обойтись гораздо более простыми вещами. Господа, когда есть любой многочлен с ценными коэффициентами, то если у него есть рациональный корень, то он получается так. Нужно взять делитель свободного члена и разделить на делитель старшего коэффициента. Это теорем знаете, да? Это просто пеналка у вас была. Как искать, да? И что у нас, соответственно, получается? У нас получается простая вещь. Надо взять плюс-минус единицу. И разделить ее на одно из следующих чисел. На единицу, двойку, четверку или восьмерку. Сейчас, ты почему? Делитель восьмерку. Сейчас, еще раз. Чем мы пользуемся? У любого многочлена с рациональными коэффициентами. Корень. Получается делением одного из делителей свободного члена на один из делителей старшего коэффициента. Почему? А потому что он срок был посвящен этому. Потому что лично вы доказывали теорему Гаусса. О содержании произведения двух многочленов. Будем вспоминать? Понимаете? Когда я вам уже рассказал теорему о том, что любой многочленов с целыми коэффициентами однозначно разлагается на множители, а выясняется, что это никто не взял, это никто не посмотрел. Понимаете? А я сейчас был уверен, что вы это знаете. Я не могу двигаться дальше, пока вы такие. Пока вы не учите материал, пока вы сами не предпринимаете каких-то усилий, не будет прогресса. В субботу, после лекции, где Исков рассказывал о палеонтологии, к нему подошли два слушателя и сказали, как же так? Вот вы говорите, а в Библии это по-другому написано. Почему бы вам не изменить вашу палеонтологию, чтобы совпало с таковым учением? Понимаете? Ну, что назвать, нечего было ответить на этот вопрос. Есть многочлен с целыми коэффициентами, у него есть корень. Надо доказать, что этот корень, это есть... делитель обводного члена делить на делитель старшего коэффициента. Неужели это слабость делать? Даже если вы это забыли. Просто подставить, посмотреть, так и получится. Все получится. Пусть есть многочлен с целыми коэффициентами. Пусть его есть... Это великолепная болезнь. Каждый день новая жена, новый ребенок. Пусть его есть корень рациональный некоторый. П делить на Ку. Причем, П делить на Ку не сократимый адрес. Ну, подставим. Запишите. Это общий образовательный курс. Это не математический класс. Это общий образовательный курс алгебра. Провнение рациональных числа. Домножим на 2 степени. Да. Да. Домножим на 3 степени. Домножим на 3 степени. Делать абсолютно разумную вещь. Могли бы и все собрать. Ну понятно, что все вот эти вот члены делятся на PQ, вот. Ну, на PQ важно, что они делятся на Q. Ну да. И А0 в степени QN делится на Q. Ну, так что коронавируется? Значит, АН умножить на P в степени N делится на Q. Но при этом P не делится на Q. Нет, при этом P взаимно просто с числом Q. Потому что не делится, не важно, это недостаточно. Важно, что взаимно просто. Значит, АН делится на Q. Да, ну аналогично все вот это делится на P. Значит, А0 умножить на Q в степени N тоже делится на P. Но Q взаимно просто с P. Поэтому А0 делится на P. Был обязательный школьный материал. Абсолютно очевидный. Видите, я все правильно вам сейчас рассказал. Смотрите, что теперь делаем. Соображаем. Может косинус равняться 1? Да ни за что. Может равняться 1 2. Мы знаем, что косинус 60 градусов – это 1 2. а здесь у нас X – это был косинус скольки. Ну, это 40 градусов. А? 40 градусов. 40, 40, неважно. В любом случае не 60. 1 4 может равняться 1 4 может равняться 1 4 слишком маленькая. Прогласны? 1 4 – это на самом деле значит, что угол больше 60 градусов. А вот тем более. То есть ни одно из этих чисел не подходит. Таким образом мы с вами и девятку тоже рассмотрели. Ну что, в общем. Господа, давайте мы все-таки посмотрим общий случай. Что такое общий случай? У нас остались 5, 7, 11. Просто простое число P, которое больше, чем тройка. Отлично. Мы сейчас должны спокойненько написать, что косинус 2P разделить на это самое простое число и умножить на это простое число – это единица. Очень хорошо. Значит, TPT от косинус 2P разделить на P – это единица. Теперь соображаем, что такое TPT. Это многочлен. Старший коэффициент у которого 2 в P-1. Так, давайте для кратности я опять обозначу косинус 2P разделить на P буквы X. Здесь будет у меня X в степени P. То есть и так далее, и так далее. P – нечетное число. Поэтому свободного члена на самом деле нет. П – нечетное число. П – нечетное число. П – нечетное число.